Многие молодые парни хотят выглядеть большими и сильными, но правильно и часто питаться и заниматься спортом готов не каждый, а выглядеть как Шварценеггер хочет почти каждый. Для таких ленивцев и продают синтол, который визуально увеличивает и раздувает то место, в которое его кололи. На руках данного иракца по имени Ферзадок Асимаи, примерно так произносится его имя, видны огромные дозы синтола. Вся рука в уколах, прыщах, кровь уже недостаточно хорошо поступает в эту часть руки, руки просто отмирают, образуется застой крови в руке. Появляется некроз. Подобная проблема была и остается у еще одной жертвы синтола по имени Ромарио Дос Сантос Алвес, которому из-за злоупотребления синтола хотели ампутировать руку. Ферзадок плотно сидит на синтоле, который на 85% состоит из жирных кислот, триглицерина средней цепочки, в котором также 7,5% лидокаина, как анестетик, и 7,5% бензилового спирта в качестве консерванта. Синтол стоит от 150 долларов, и в бедных странах он недоступен, поэтому такие, как Ферзадок, используют его дешевые и низкокачественные аналоги. Очень многие профессиональные спортсмены, помимо стероидов, используют и синтол. Кто-то очень аккуратно, а кто-то, как Ферзадок, почти по пузырьку в день. Те, кто злоупотребляет синтолом, выглядят вот так. Синтол надувает и искажает мышцы. Синтол для тех, кто хочет быстро визуально увеличить объемы. Но это увеличение может стоить тем, кто колет синтол, и ему подобные масла, ампутации той части тела, в которой он его колет. Также теряется эластичность мышц и увеличивается риск получить травму. Если в руке скопится слишком много коллагена из-за приема синтола, то придется надрезать руку и выдавливать этот коллаген наружу. Нельзя, чтобы масло попало в вену, иначе может быть смертельный исход, поэтому его колят между мышц. Также колят его каждый раз в разные места, то есть каждый раз колят в разные пучки мышц. Синтол это не игрушка для маленьких детей и молодых парней, которые хотят визуально казаться больше. Если хотите казаться больше, не только визуально, но и по силовым показателям, то правильно питайтесь и занимайтесь спортом. Если понравилось это видео, то не стесняйся подписываться на канал, чтобы смотреть новые видео на эти темы. Не забывайте выражать свое мнение лайком или дизлайком. А если есть что сказать, то не держи это в себе, а напиши в комментарии. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...